Ах, черт, мы снова идем. Из Мейтленда отстояла вчера огромная очередь, но так и не смогла купить себе экземпляр последнего искушения Нептуна 2. Просит срочно пересказать ей по телефону весь сюжет и прочитать вслух самые интересные страницы. А там столько всего произошло, один побег Фонтейна в Будапешт, чего стоит, что я и за полдня не управлюсь. Так что я сегодня дома на телефоне останусь, порадую старую тетушку. Отпустите? Нет. Сиди, работай. Работай, сидите, говорю. Собака дикая. Так, Холлис, кто у нас там интеллект? Кто у нас там интеллект? Гильденстерн интеллект. Перси не особый интеллект. Блин, а этот довольный интеллект, ну блин, его надо, короче, от алкоголя вылечить. От алкогольной зависимости. Сегодня будем лечить от алкогольной зависимости, ребят. Так. Платеж Фраю. Сегодня вечером нужно заплатить Фраю. Приготовьтесь, иначе завтра же анонимный звонок подскажет федералам, где вас искать. Антисанитария. Я как отставной коп всегда держу ухо востро, даже когда попиваю. Так вот, вчера в баре уловил беседу ваших ребят о банде санитары леса. Мол, ускользнули подонки от правосудия. Вы еще хотите эту банду поймать или как? Если что, я готов поделиться кое-какой информацией, которая поможет вам снова сесть им на хвост. То не забесплатно, конечно. Ну давай. Код 1. Кража. Больница Розмари. Да? Давай Гильденстерн поедет. Так. А вот у нас, друзья, лечение алкоголизма. Террик Паум. Ваш лучший коп ушел в запой. Не спешите сбрасывать его со счетов. Такому бедолаге может помочь особый метод реабилитации. Его посадят в бочку, наполненную винным уксусом. Плотно накроют крышкой и оставят мариноваться в темном подвале. Когда придет время выйти на белый свет, этому копу так опротивеет запах алкоголя, что он больше никогда не взглянет на бутылку. Купил. Лечение алкоголизма. Так. Водитель. Пенкин. Он у нас может довезти Стокмана. Попытка угона. Древообрабатывающий завод. Директор завода увидел из окна своего кабинета, как кто-то пытается угнать его старинку и машину. Давайте Шинни. Рокман. Спурлок. Анна Стефанович Склад. Мама ведь говорила вам, что нужно чистить зубы дважды в день. Я всегда чистил зубы по три-четыре, иногда даже по пять раз в день, но они все равно почернели. Права была моя тетя. На женщинах нашей семьи давно лежит проклятие. Кажется, моя пробавка поссорилась с высокогортым духом лотоса. Но случилось кое-что, что я называю не иначе как чудом. Когда я стала пить фириколу, я почувствовала, что зубы становятся крепче. Попробовала полоскать этим чудесным напитком рот. Эффект на лицо. О, наверное, это как-то связано с тем, что создатель фириколы погиб страшной смертью. Может быть, его душа берет на себя часть проклятия. Не знаю. Я не специалист в этом. Знаю только, что мне нужно больше фириколы. Чтобы у меня был шанс закадрить нормального мужика. Какого-нибудь получше моего воршливого мужа. Давно известно, что напиток пропал из магазинов, и его производство свернули. Но на складе еще должен был остаться ящик-другой. Пусть парочка ваших не самых пустоголовых копов наведуются туда и привезут мне как можно больше целительных зеленых бутылочек. Если они ничего не побьют по дороге, то вы сможете регулярно наведываться ко мне в магазин. Там будет все, кроме этой чудо-колы, конечно. Договор. Так. Лечит Стокмана. Пенкин возвращается. Драка 5.24. Между прочим, у нас здесь продуктовый магазин. Норф Стар. Два грузчика сцепились между собой, когда один уронил другому на ногу тяжелый ящик с консервами. Это поедет к Лимзе, короче. Музыка. Булбек. И все. Стокман. Мистер Нэш, спасибо вам. Выпивка меня больше не интересует. Красава, Стокман. Рад за тебя. Попытка угона 5.14. Преступник в пуховике поднял с земли кирпич. Видимо, он хочет развить стекло автомобиля, чтобы открыть дверь. Приказать угонщику бросить кирпич и сдаться. У нас есть переговорчик в вот тут шине. Угонщик послушался, копа издал с полиции. Оказалось, он хотел отомстить директору завода за несправедливое, по его словам, увольнение, издать машину на металлолом. От преступника несет алкоголем. Джессика Шини. Скорость. Красава. Прокачанная на фул. Ну, какая лютая. Драка 5.24. Лысеющий пожилой грузчик бьет консервной банкой по голове своему более молодому коллеге и орет. Я тебе сколько раз говорил, ящики поднимаем. На счет 3. Оттащить грузчика, выстрелить в грузчика, использовать шокер. Оттащить грузчика. Сила. Копа удалось оттащить пожилого грузчика и арестовать его. Молодому парню сильно досталось, но жить будет. Вы нашли консервированный суп Лунбланш на месте преступления. Вы нашли консервированные бабы Лунбланш. Арт Климзин. Давай переговоры тебе прокачаем. Хорошо. Вооруженное ограбление 5.53. Кража 5.54. Сейчас. Банк Шарфуда. Вооруженные люди в масках ворвались в банк, потребовали открыть хранилище. Давай Стокмана возьмем. Давай шиню. 2.035 нужно. Охренеть. Удиволяюще. Нэш. Со всякими лузерами вроде Кевин Пенкин я возиться не собираюсь. Да ненормального напарника профессионала. Понимаешь, без Пенкина не хватает очков вам. Вы такие все распиздатые, а без Пенкина очков вам не хватает. Так, Стокман. Музыка. Рокман. Спурлок, Вулбек, Вулбек, Дюваль. Кража 5.54. Разнорабочий сообщил, что у него украли обед, офицерские часы и сумки, которую он оставил в хлеву. 1260. Ни хрена себе. Давай с Пенкиным поедете. Так, ну одного вылечили от алкоголизма, это хорошо. Ян Стефанов Лес. Ебать. Мистер Дэш, вы человек в городе Новый, так что не знаю, слышали ли вы местную легенду о сокровищах, которые лесные духи припрятали для самых праведных. Мы с братом праведников за... Мы с братом праведников за всю свою долгую жизнь не встречали, так что подумали, что эти сокровища должны лежать где-то нетронутыми. А раз так, то мы решили их найти. И нам быстро удалось выяснить, что они зарыты в лесу неподалеку от Шарфуда. Мы нарисовали карту, собрались взять лопаты, отправились в путь. Но, чтобы не заблудиться, мы делали отметки на деревьях. Но когда достигли нужного места, произошло что-то страшное. Сгустилась тьма, а дальше я почти ничего не помню, только постоянный свист пронизывающей кости. Я пришел в себя на выходе из леса, а брата своего с тех пор не видел. Может, мы прогневали духов, и он сгинул в том проклятом лесу. Но я хотел бы знать наверняка, что случилось с ним. Если вы рискнете отправить туда своего наблюдательного копа, то я отдам ему карту, где отмечено место с этими сокровищами. Просто так. Кто знает, вдруг ему удастся выяснить, где делся мой брат, а может и сокровища найти. Сейчас решим. Так. Вооруженное ограбление. На входе в банк сидит испуганный клерк в маске президента и приживает гранату подбородком. В руке у него чека. Мне сказали, что я буду хорошим президентом. Мне сказали, если я буду хорошим президентом, то они вставят чеку обратно. Парни сильно трясет. Обезвредить гранату? Хренеть. Коп ставил чеку обратно в гранату и забрал ее у клерка. Парень с облегчением рванул куда подальше. Коп зашел в банк и столкнулся с двумя грабителями в масках президентов. Они вооружены и вместе тащат большой мешок, похоже, там слиткой золота. Снят преступников снайпером. Снайпер уложил грабителей точными выстрелами в голову. Мешок с золотыми слитками вернулся в хранилище. Да, прям в хранилище. Копы нашли слитки золота на месте преступления. Интеллект. Я провяжу, как он вернулся в хранилище, ребят. ДТП 510. Погодите, ребята! Слышка, много вызовов, ебать. 554 кража. Свинди почуяли запах сэндвичей с беконами и выбрались из загона, чтобы перекусить. Вместе с едой они случайно влащили и часы, которые лежали рядом. Вскоре мужчина выследил пропажу по крошкам от бутерброда. Заебись. Заправка Роджера Ли... Линнингтона. Синий седан выезжал заправки, в него на большой скорости влетела фура. Охренеть. Мельница Томаса Пикколи Гулявшие по лесу школьники Заметили, как лопасти заброшенные мельницы Привязывают девушку и что-то кричат Про злых духов А мне не хватит, ебать Сюда надо отправить Музыку отправлю Сюда отправлю Рокмана и Вулбега Насчет еще, кстати, бабок Насчет боксеев Что тебе продать можно Не хватает буквально 70 бочей Все, 20 тысяч есть Угроза физическому здоровью Но мы сюда не сможем поехать ДТП Фура лежит на боку, из кабины выбирается Пьяный водитель с огнетушителем в руках Синий седан смят и перевернут на крышу Он горит, но три женщины с двумя детьми Заломать водителя фуры Попросить огнетушителя водителя фуры Поспешить к горящему седану Это плохая идея, я не буду этого делать Давай так Да ты заебал Плохая идея Я сам все потушу Пьяный водитель отпихнул копа и побежал к синему седану Пока он возился с огнетушителем, машина взорвалась Женщина и двое детей, которые находились в машине, погибли Пьяного водителя фуры отбросило взрывной волной И он умер от удара об асфальт Замечательно Это потому что ты, Стокман, блядь, не хотел просить У него Ёбаный Огнетушитель Видите ли Не слушаешься ли ты приказов А спурнут непрокаченные переговоры Никто не приехал на вызов Преступник сбежал Гражданские погибли Замечательно Склад, Анна Стефанович Мы вставили одну отмычку в замок Ничего не вышло Вставили сразу две То же самое Наверное, нужно было вставить три Но у нас самой было только две Так что внутрь складного так и не попали Так, ребята Это что в смысле? Попытка угона 5.14 Похоронное бюро Гарм Недовольный сотрудник Решил угнать катафалк В счет зарплаты Найс А это что такое? Мотиву Альварес Джеймс Анхил Вы наверняка Слышали про шарпунские Бега на льду Так? Так ведь Это традиционные соревнования В наших краях Участники босиком Носятся по замерзшему озеру На перегонки Есть и призовой фонд А некоторые даже ставки На бегунов делают Так вот Я действующий чемпион Этих бегов Признанный Человек-ракета Но недавно у меня появился Так сказать Конкурент из молодежи Этого пациента зовут Салли И он тренируется И тренируется он Как баба на скакалке Прыгает Якобы укрепляет Коленные чашечки Разве это настоящая тренировка? Настоящая тренировка Это когда вырубаешь Кусок льда из озера И бегаешь с ним на плече Пока не растает И что вы думаете? Мало того, что этот перец Теперь дышит мне в спину На каждом забеге Так еще и к дочке Моей клинья подбивает Без спроса Вот этого я уже Стерпеть не смогу Отправьте к нему Своего самого мощного копа Чтобы он дубинкой Обработал драгоценные Коленные чашечки Этого сали Может так Да Лыщ научится уважать Старших в замене Я готов лично Тренировать ваших ребят Вот увидите От них Не убежит ни один преступник Мне нужно сильного послать Что логично Попытка угона Громоздкий катафалк Медленно выворачивает На дорогу Из гаража похоронного бюро Перекрыть дорогу Включить сирену Приказать заглушить двигатель Перекрыть дорогу Патрульная машина Заблокировала катафалк Выезд Преступник понял Что далеко он не уедет И сдался в полицию Кейси Рокман Скорость Время отправлять чекфрая Вы ведь на скребли Нужную сумму Да Расследование Хит Гильденстерна Хит Гильденстерна Отпросил чай Свидетель Собрал базовую информацию Отдели загадка Похищенных данных Так Надо еще Собирать 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 нам 44 балла Просто замечательно Просто великолепно Анна Стефанович Склад Замок у них на складе Какой-то детский оказался Так что мы без проблем Попали внутрь и вынесли Столько фереколы Сколько смогли найти В процессе И сами выпили по бутылочке Но никто ведь не против Да Волшебный напиток Все-таки Красавцы Анна Стефанович Дает нам туалетную бумагу Франкс Хайджин Продукт И бритвенные станки Франкс Хайджин Продукт И 700 бачей Между прочим Франкс Хайджин Продукт И можно у нее Видимо теперь Что-то покупать Так А что у меня На складе есть Видеокассеты Пустые Видеомагнитофон Телевизор Видеокассеты С записями Я там должен Чуваку Что-то передать Буду Я помню Он там Видеосалон Хочет открыть Аудиокассеты С записями Не нужны Аудиомагнитофон Телевизор Маленький Понятно Понято Все Возвращайтесь Домой Ребят А музыка Туда поехал Там Он в лесу Короче Господи Я уже забыл Про музыку Музыка Давай заканчивай Музыка Ядрен Батон Давай Ты там Интеллект Прокаченный Тебя должен Справиться И стрельба Если что От медведев Отстреляешься Музыка Музыка Какой Недовольный Давай сюда Будь доволен Музыка Че за нахер Это прикол А лес Наконец-то Ян Стефанов Мистер Неш Я нашел Два ящика Золота Только я не совсем Уверен Как это вышло Как так вышло Помню Как брел По лесу Следуя Каракулем На карте Того старика Как вдруг Сгустилась Кромешная темнота Я услышал Какой-то Свистящий звук И словно Потерял сознание Пришел в себя На выходе Из леса Весь грязный А рядом Ящики золота Вы нашли Слитки золота Вы нашли Много слитков Между прочим Да Хорош Слитки золота Это наше добро Это наши бабки Это красиво Замечательно Это просто Великолепно Так Есть в общем Один план Как заработать Много денег Мне там скидывал Подписчик Статейку Как тут можно Трейдить Я не приветствую Эту систему Сейчас сначала Посмотрю Сколько мы тут Получили Блин Мало Там вызовы Пропустил Преступник Сберу Ёбжешь Два гражданских Погибло Слышь Падаль Картер Картер выигрывает Ход Картера И кого ты берешь Ага Клейтона забрал Картер Нанял этого копа Вот дерьмо Ну и че Тазер У меня тазеров много Оставь картридж Мудил Ух сука Так Ход Нэш У меня 10 10 этих Особо ничего не купишь Рубара Демберс Понятно Дальше Окей Ну блин Он отстает на 90 Все равно Так вот Так вот Так вот Сейчас я смену сформирую На завтра Флауэрпотс Розенкранс Берч Третий Ааронович Магуайра Возьмем Бельмонт Курасава Фрейзер Холлес Ярброд Давайте Мурадзян Гудвина Джексон Завершить день В общем Можно трейдить Среди этих трех ребят Мистер Бойт Ну наконец-то Я начал думать Что вы решили Заночевать в участке Закрой свою пасть Мистер Бойт Вы слушайте Я понимаю Вы парень неразговорчивый Я все понимаю В конце концов Вы бы не достигли Ну не достигли бы Всего того Чего бы достигли Если вы По многу трепались Но я же не прошу вас О большой лекции Не прошу вас Дать мне мастер-класс По коррупции Ничего такого Я прошу лишь Об одной маленькой истории О картине Деврума Газеты не раскрывают Никаких деталей Они пишут Что это все Тайна следствия Но какая теперь разница Что теперь скрывать Картины ведь уже не найти Верно Уж вы-то позаботились Чтобы ее нельзя было найти Ха Давайте как-нибудь Выпьем пивка Не сегодня Нет Завтра Или послезавтра Или послезавтра Когда вам будет удобно Понимаете Мне ведь Вот что особенно интересно Как вы ее выбрали В смысле Зачем вам вообще Картина Тем более такая Специфическая И художник спорный И до сих пор Нет единого мнения Раньше не слышал Что б чиновник-коррупционер Крал картины Они все берут Банальные взятки Просто пачка денег В бумажном пакете Но вы знаете Конечно Я не сравниваю вас С рядовыми гнилыми щенушами Вовсе нет Я просто хочу сказать Что даже не зная всех подробностей Я вижу, что у вас есть свой стиль Осознаете вы это или нет Но именно За это репортеры называли вас Цезарем коррупции Королей коррупции У газетчиков навалом Каждый месяц новый Но Цезарей Я еще не видел Потому что Цезарь Это не про масштаб А про стиль Он это делал со стилем Верно Цезарь коррупция Не дает мне договориться Вставляются тут Катсцены В общем Еще одна катсцена Или что? Да Не бывает все так просто Сейчас Досмотрим катсцены И расскажу я мысль свою Про трейдинг В игре Так Кто такой? Что за военный грузовичок Там такой? Это полковник? Хендерсон или как его? Да, прошу вас Мистер Бойт С какой стати Должен садиться в машину К незнакомцам? Учитывая вашу биографию Предположу, что вам не раз Приходилось садиться в машину К незнакомцам Во Фрибурге Фрибург другой Что? Такой уж другой? Совершенно Дружелюбнее? Теплее Ну, это ни о чем не говорит Где угодно теплее, чем здесь Ну окей Рассказывай Как? Простите? Как вы узнали, кто я такой? Сколько было объявлений? Объявлений? Готов спорить, когда вы сюда приехали Вы искали жилье в газете с объявлениями Из каких объявлений вы выбирали? Я не знаю Я не знаю Из 10-ти и 12-ти Но выбрали этот домик Почему? Потому что Потому что он стоит подальше от всего Это разумный выбор К сожалению Ровно по такому же принципу Дома выбирают галстуки Прячут там свой товар Пока не найдут крупного покупателя На самом На зоне в доме не ломятся Ждут, пока их с ним кто-то другой Так безопаснее Мне интересно, как эти галстуки ведут дела Меня лишь волнует, как они узнали мое настоящее имя Я не большой поклонник наркодилеров, мистер Бойт Но должен отдать им должное Многие из них поразительно умны Гораздо умнее, чем... чем им нужно по работе быть, понимаете? А парень, которого назначили наблюдать за вашим домиком Артур Шерман оказался совсем уж мозговитым Даже в колледж ходил, представляете? Артур такой умный Что, узнав вас с Джека Бойда Не доложил об этом своим боссам Видите ли, галстуки — бродячая группа Труппа Вчера они работали в Риптоне Сегодня работают здесь Завтра переместятся куда-то еще Они бы просто пристрелили вас, а дело с концом Но Артур умный Поэтому он решил распорядиться такой ценной информацией по-умному И принес ее мне И все же, как он узнал, кто я? Как именно? Спросите у него сами при случае О, кажется, мы приехали Нефельхейм На Скайрим начинается какой-то Мистер Бойд, вы идете? Вы совсем с ума сошли? Я в розыске Я не должен свести лицо на публике Даже постаревшее и заросшее Бросьте, мистер Бойд Там только пьяные свиньи, а плывшие стриптизерши Никто у вас даже не взглянет На вас Разве вам не хочется впервые за много месяцев Выпить кружку разливного пива И отрыгнуть так, чтобы все слышали? Ни от кого не прячешь, как обычный человек? Вы видели, где я живу? Теперь я хочу посмотреть, где вы живете вы Разве так не будет честно? Ладно, ваше взяло Но я никогда не поверю, что вы не скучаете по таким заведениям Это не единственное, почему я скучаю Не единственное и не главное Понимаю Ты на складе живешь? Или в казарме? Ну вот, здесь мы и живем Что, внутрь не пройдем? Ну, я же не заходил к вам в дом Так, постоял сотни метров Вот, и мы постоим рядом Разве так не будет честно? Артур Шерман Я хочу поговорить с ним Мик, приведи сюда Шермана Уверен, он не спит Шон рассказал мне про этого вашего капитана Брита Картера Если хотите, я... Он не станет проблемой Уверен? Я справлюсь Если будут трудности Просто дайте мне знать, я мог бы... Ну... А я думал, что вы контрабандист, а не мясник Мне не нравится слово контрабандист Может, тогда вам не стоит заниматься контрабандой? Хорошо, сформулирую это так Мне не нравится то, что вы вкладываете в слово контрабандист Наверное, вы были правы Фрибург и Шарпут действительно очень разные Какие товары пользовались спросом во Фрибургу? Автоматическое оружие? Героин? Люди? Буду честен Я не могу похвастаться, что мне никогда не приходилось торговать ни первым, ни вторым, ни третьим Но тоже мой самый ходовой товар — консервированный суп Грибной суп Такая маленькая красная баночка Это говорит вам, человек, больше 30 лет, жравший безвкусный солдатский паек и не жаловавшийся Так вот, могу вас заверить, что этот суп — самая отвратительная еда на свете Когда протыкаешь эту банку консервным ножом, в нос сразу бьет запах Запах отчаяния, понимаете? Невозможно облить в себя эту блевотину, не задумавшись хотя бы на секунду, что твоя жизнь идет в никуда Шарпутские детишки, когда вырастут и уедут отсюда, будут с содроганием вспоминать этот мерзкий суп до конца жизни Но только самые удачливые из них — только те немногие, которым все-таки удастся уехать Остальные будут жить здесь до конца своих дней, жрать вонючий суп, а потом их кормить им своих детей Потому что без супа за 12 центов банка они сдохнут Я даю им эту жизнь С запахом отчаяния Горькую, но жизнь Я не знаю, каким жестоким словом вызвать то, что я делаю, но я точно не контрабандист И я хочу, чтобы... Вот, ваш мальчик из колледжа, мистер Бойт Дайте мне сигарету Ты все еще живы, мистер Бойт? Ну, ничего себе Как ты узнал, кто я такой? А вы думаете, вы так уж хорошо прячетесь? До Шарфудова добрались автостопом Ну, не до Шарфудова, конечно, а до большой трещины Оттуда вышли пешком А до большой трещины Вас подвез рыжий парень по имени Локк Он подобрал вас на автобусной остановке в 70 милях вниз по шоссе К этой остановке раз в 6 дней ходят автобусы из Геренсберга В Геренсберге вы провели две ночи в гостинице «Каменный дятел» Я позвонил туда и мило побеседовал с некой миссис Хоппер Она... Хватит! Выходит, ты действительно умный, Артур Шерман Горнишься своим расследованием? Если бы я знал, что это расследование В итоге превратит меня в заложника ряженых деревенщин, играющих в солдатиков? Я бы не стал лезть в ваши дела, мистер Бойт Заложника? Артур не покидает нашу казарму Это для его же безопасности К тому же ему нравится жить по военному распорядку Правда, Артур? Говно у вас тут, а не военный распорядок Середина ночи, а никто не спит Да ты как хотел А ведь он прав, мистер Бойт Давно пора в постель Не нравится ему жить А, блин, ты пришел к своему А-а-а-а Главному, ну, условному конкуренту в городе и думал, что тебя не посадят на замок Ну~! Ну, дурачок Гудвин я перебрал с выпивкой Отлично Мы тебя лечить сегодня будем. Бейльмант, мне нужно вы на приемку кулисту, я пойду. Ну, давай. Ярброд, у меня лопнула подошва ботинка, и сейчас туда снег набивается. Заболею ведь на раз-два. Можно я сегодня вместо работы новые ботинки поеду куплю? Как так вышло? На вызове пару дней назад прижал одного подонка ногой к земле, а он мне в ботинок зубами вцепился и подошву раздрал, как собака бешеная. Ладно, давай. Собака бешеная. Вот, насчет этих самых. Насчет этих самых. Насчет торгов. Это что такое? Медовый месяц от Бриджита Кроппер. Мистер Дэш, я повариха в полицейском участке и самая счастливая женщина на свете. Я ведь только что вышла замуж. Шарфуде проходили съемки и реальти-шоу. Вы не захотите это есть. И в нем участвовал известный сербский повар с мишленовской звездой. Мы случайно познакомились и поняли, что жить друг без друга не можем. Так что мы быстро сыграли свадьбу и теперь уезжаем в свадебное путешествие по Европе. Когда вернемся, не знаю, но уверена, что мы отлично проведем время. Простите за небольшой беспорядок на кухне. Что? Нэш, тут ребята написали записочки с пожеланиями по идее и лучше бы тебе все это учесть, если не хочешь, чтобы тебя сожрали живьем. Че? Что? Куда? Куда? Вы че, охренели, блядь? У меня бабок нет. Биф Чили. Какие записочки вы написали? Мой друг рассказал, как пончики в кафе жарят на машинном масле, экономят. В рот больше эту гадость не возьму. Я люблю шоколад и люблю печенье, вот бы их совместить. У меня сломался холодильник и последнюю неделю я пытался консервированной ветчиной, уже тошнит от ее запаха. У меня в семье ненавидят бобы, а я их обожаю. Слышал, сегодня будет супчик, который просто создан для меня. Я, блядь, че, повариха вам нахуй? Кусок вишневого пирога, вот что сделает меня чертовски счастливым сегодня. Наймите, блядь, повара. Я обычно непривередливый ем, что дают. Слышь, красава, ты не работаешь, ебать, чтобы тебя кормить. Сегодня бабушка испекла любимое печенье моего детства. Жаль, что старушка выжила из ума и зачем-то добавила в него шоколадную крошку и споганила мне все детские воспоминания. Я обычно непривередливый ем, что дают. Я обычно непривередливый ем, что дают. Я обычно непривередливый ем, что дают. Так, это пончики не будет, это шоколад, не хочет консервированную ветчину. Так, биф чили, что это такое? а я выбираю меню ебать куриный суп французский луковый суп томатный суп овощной суп бобовый суп свечиной биф чель нихуя себе куриный суп будете жрать у меня самое домашнее первое блюдо каждая ложка куриного супа возвращает детство где мама заботливо направляла вам одеяло борода отца чекнала лоб когда он наклонялся чтобы поцеловать вас на ночь крылышки бафала с печенными бобами хуя чем бургер с картошкой фри макароны сыром митл с печеным картофелем хот-дог лазанье бургер давайте так вишневый пирог апельсиновый сок кофе все хрена коллофири мне нужно выбрать короче на 500 долларов всего не ну чё-то прям перебор французский луковый суп ну давай с короче вот тут сэкономим аж еще есть коллофире молоко минеральная вода шарфовский узвар лисиновый кофе будете пить у меня кофе пить будете печенье шоколадной крошки пончики фруктовый салат морожка и чтобы пирог да где мне блять экономить ядрем батон хот-дог овощной суп горячий бульон и свежо отваренных овощей идеальное блюдо для тех кто хочет чувствовать легкость весь день ну давай далее вы вышли за пределы видела в департамент бюджета потратили 30 своих денег а а норм пойдет так хорошо ибо департаментом бюджет выделяют какой-то так иди ищи улики уликищи короче господи трейдить можно никак не договорюсь вот у этих трех бабич можно трейдить я нашел информацию не вернее подписчик скинул этом потом комменты почитал умных пользователей говорят что у анны стефанович 6 по 10 декабря нужно скупать шоколад ботинки а потом перепродавать лори 11 числа цена будет прям колоссально выше поэтому секунду нам бабки нужны мы продадим золото за 7 кусков 2 пар 2 партии золота так кожаные ботинки давай 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 так так и что еще я сказал шоколад где шоколад шоколад что дорогой шоколад на самом деле 224 сколько там этого шоколада и еще пишут что 10 числа можно будет купить арманьяк и колу урафы 11 числа есть же за x3 денег продать продать все это дело будем посмотреть что такое харвера мэра озеро ермунгант озеро ермунгант мистер нэш я по уши в дерьме у меня небольшой бизнес я держу прорубь где можно достойно отдохнуть и взбодриться и так вышло что один из моих клиентов напился и утонул его тело где-то подо льдом мутыхается сейчас человек это был авторитетный так что если его труп всплывет весной то его блатные кореша первым делом вспомнят обо мне и просто посадят на ножны разбираясь что к чему в общем не нужно достать от чертов труп из проруби прямо сейчас где-нибудь закопать от деда мне остался старый водолазный костюм который поможет отскать утопленника отправьте мне своего самого шустрого копа пусть он спустится под воду и достанет труп если поможете то я организую для вас и ваших подчиненных отдельную прорубь где вы сможете взбодриться в любое время окей гудвин стукач мистер нэш пришло время платить по счетам так это мы читали здесь нужно сильного копа послать толстым сильный berge virgil 3 сильный а еще мы можем лечение алкоголизма тут короче взять так водить будет у нас джексон и отвезет гудвина короче на реабилитацию вооруженное ограбление 553 банк шарф да очевидцы сообщили что на машину инкассаторов напал вооруженный грабитель лавр подс розенкранс дюваль все просто лавр подс розенкранс дюваль гудвин мистер наш спасибо вам выпивка меня больше не интересует красиво покушение на убийство 526 школы имени астрид и йонсон школьник с отцовским арбалетом подстырёк нелюбимого одноклассника после уроков и устроил на него охоту прямо на школьном дворе так аронович красава фрейзер магуайр джексон джеймсон хилл мистер наше хорошенько обработал колени этого придурка больше он никуда не побежит мистера альварес остался доволен попросил передать что ждет наших ребят на льду это мы что в хоккей играть будем вы получили кожаные ботинки две штуки еще от альвареса тренер скорости но айс вооруженное ограбление грабитель в лыжной маске с охотничьим ружьем держит на прицеле охранника который складывает мешок деньги из машины инкассаторов другой охранник лежит на земле с руками на затылке стреляем кто попал грабителю в шею он быстро истек кровью вот все так пирс розингран скорость слушай удастся теперь посылать можно куда-то наконец-то и констер прокачивать можно покушение на убийство 526 секунду покушение на убийство 526 другое на которое мы уже выехали щуплый школьник в капюшоне с арбалетом в руках цельцев здоровенного пацана с ранцем который со всех ног бежит в сторону младшеклассников эй робин гуд бросай лук а то капюшон на задницу натяну подкрасться к школьнику выстрелить школьника из тазера можно подкрасться смотрите фрейзер может подкрасться он короче скрытный коп сумел подкрасться к школьнику с арбалетами обезвредить его патрик фрейзер интеллект красиво мак магуайр стрельба так отлично порча имущество 518 пироговая овен лаван молодой парень громит пекарню потому что там закончились его любимые пирожки с персиком какие но думаю этого хватит покушение на убийство старая церковь сейчас поедем 2100 кучу ебанутые лесопилка хозяину лесопилки прошли трое парней с монтировками требует заплатить штраф за дерзкую вырубку лесного хозяйства охренеть хватит они хватит ебать возмущенная женщина вместе с родственниками и соседями пришла в кабинет дантиста риши паттела с веревкой угрозами линчевать криворугого индейца на защиту риши встал местный священник и несколько прихожан дантиста арендует комнатушку для своего кабинета у церкви ситуация на колец а у меня блять людей нет на покушение на убийство порча имущество очень худой парень бьет бейсбольной битой по стеклянной витрине где выложена выпечка продавщица пытается успокоить его мы завтра еще причем персики ведь остались на складе коп сумел подкрасок парню арестовать его теперь ему придется довольствоваться тюремной выпечкой вы нашли консервированный перский лун бланш к сожалению никто не приехал на вызов преступник сбежал гражданские погибли монумент болваса девочка подслушала разговор двух взрослых мужчин один из которых убеждал другого как купить оружие да забираю не думай у них последней партии все просто пушка теперь я свой ствол из рук практически не выпускаю стрельба 538 приют для животных и хернир господи мужчина с охотничьим ружьем вашу зашел внутри отстреливает собак клетках чё охуел ты чё блять мистер наш я устал как собака мне нужно немного отдохнуть ты заебал я тебя так скажу ты прям реально конкретно заебал красава вымогательство 5.55 хозяин лесопилки с разбитой головой бежит от парней с монтировками в сторону патрульной машины выстрелить в воздух вымогатели не успугались выстрелы и продолжают преследовать хозяина лесопилки мужчина забежал с окопа выхватил у того револьвер и из кобуры прицелился вымогателем приказать хозяину лесопилки отдать оружие копу хозяин лесопилки послушался отдал коп револьвер коп направил оружие на подбежавших вымогателя и арестовал их сельвестер гудвин давай силу прокачаем тебя красава право на развод от кородок пушка вы наверняка были в серьезных отношениях и знаете что с этими бабами никакой жизни нет ну и без них тоже нельзя так ведь ну вот я и женат уже 22 года каждый день страдал но терпел а то супруга объявила что хочет со мной развестись не я она представляете а кто мне в таком случае жрать будет готовить короче развода это пустить не могу и я даже знаю что нужно сделать давайте вы ее на денек в кутузку заберете по какому-нибудь поводу липовому наркотики и подбросите или еще что вам в полиции виднее и пусть она сутки помуржится в камере подумает о жизни а потом появлюсь я и залог за нее внесу это ведь ей точно мозги прочистят куда она уйдет от такого надежного мыши как как я я готов заплатить по сотне баксов за каждый час который она проведет в вашем обезьяннике по моему неплохая сделка у вас же там бесплатно сидят окей бабки не проблем как говорится стрельба 5.38 в клетках полно мертвых собак другие надрываются от лая и рвутся наружу здоровый мужик в валенках перезаряжает ружье выстрелить мужика коп попал мужику в спину и он умер не приходя в сознание собаки тут же успокоились вы нашли антибиотики майер мэн фармацевтиклс на месте преступления у мужчины не было оружие они торговались по поводу редких выпусков садзе манги первый поцелуй лотоса господи давай флавор под сюда направлю палата ночных воплей мурадян там что-то поиследовал красиво мурадян тоже надо прокачивать он нас интеллектуал и все мистер нэш а вот день настал я снял идеальное помещение для нашего видеосалона прямо в центре города за смешные деньги все готово для открытия теперь дело за вами вы раздобыли оборудование нет пока нет можно будет тебе прислать другой день оборудования старая церковь шарфов место дремучее и мне это аделья риза если что и мне гордому представителю католической церкви приходится следить за активностью еретиков и жестко пресекать ее но мне тут попался крепкий орешек я никак не могу заставить его отречься от своих лжепророков я слышал что ваши ребята умеют найти подход к разным упрямцам поэтому я прошу о помощи отправьте мне подходящего для этого копа с собой ему ничего брать не нужно он сможет воспользоваться моими инструментарием а если мы спасем этого еретика то двери моей церкви всегда будут открыты для бесед под ушам самыми отъявленными грешниками которых вы сможете поймать ай розинкран сходи задание для тебя там скрытно быть не надо так я завтра смогу тебя там видеокассета у меня же вроде все было видеокассеты были пустые с фильмами проигрыватели все нормально розинкран мистер наш я приехал в церковь эта сумасшедшая мама реально хочет чтобы я какого-то пацана пытал короче я за последствия не ручаюсь еретик медицинское досье еретику нравится вкус кипящей крови я видела как он облизывался когда несколько капель упали на мою раскаленную библию для грешников среди культистов босс существует поверье что стакан кипящей крови превращает плотские утехи в совокупление звезд судя по внушительным ноздрям еретиком вдыхал в себя немало порошка из коры геренсбергского дуба я знаю еретики верят что так можно танцевать с лесными духами я застала еретика за прослушиванием сатанинской музыки и выяснил что ему противен очищающий звук молитвы демоны извивались у него под кожей словно черви в разлагающемся трупе господи разговор со святым духом значит можно что еще клятва на библии врачевание ангельскими голосами влей в уши беззаконника меда ангельских голосов и из его уст тут же выплеснется святая правда нараспев произносит Аделия Риза давай аж мне плохо стало клятва клятва на библии заставил жица положить руку на святое писание пусть внутри него поднимется пожар праведности пожар который выжить все кроме истинной вещает Аделия Риза что здоровье уходит если ты руку на библию положил ни хрена себе разговор с святыми духами надень на грешника мою особую маску полной грудью вдохнет святого духа и выдохнет признание уверена Аделия Риза давай еще раз врачевание голосами волю тебя сломить нужно здоровье оставить еретик пожалуйста хватит я создаюсь я еретик поклоняюсь всем этим неверным богам и лесным духам заодно теперь ты отпустишь меня это не знаю это вот гвабе той вопросы задавай старая церковь ну я ж под пытками любое и что угодно расскажет благо парень достаточно быстро сдался и сказал этой психопатке что она хотела услышать но друзья у тебя конечно херовые что дальше с парнем будет не знаю а тетка сказала что его ждет справедливый суд а тебе она попросила передать что отныне ее церковь открыта для бесед с самыми отъявленными грешниками которых ты сможешь поймать вы получили бритвенные станки и еще раз бритвенные станки и еще раз бритвенные станки ни хрена себе три упаковки бритвенных станков мистер нэш этот водолазный костюм вонял какой-то тухлой рыбой так что я камнем ушел под воду быстренько разыскал труп и поднял его на поверхность я только не очень понял почему тело забирал какой-то стремный мужик а не ребята из морга это неважно флауэрпутс мы получили виски пепербэк и спасибо за вашу помощь мистер нэш красиво работаем так серию пора заканчивать длинная уже длинная длинная но нормальная такая так мы вылечили двух людей между прочим от алкоголизма бабки заработали опять и закупились шоколадом и обувью которую мы будем продавать с вами получим море море денег все будет красиво завершаем день так там одно дело да я не выехал на него наверное снимут пропущенный вызов сбежавшие преступники погибшие граждане девять хе-хе лох картер лошара хуа днеша понял сучка челмики галилахи лайте мне не хватает ни на кого из очков я возьму один картридж для тазера и как бы все давай картер забирай дубинки если они тебе нужны о вот дерево картер забрал этот предмет экипировки ну и хер с тобой сто тридцать восемь сорок четыре пока хорошо идем пока хорошо так на завтра выбираем копов стокман климзи шинни флетчер музыка рокмэн бельмант вулбек спурлок холлес кто-то из них будет о рассмотрении твоего запроса. Как минимум, Ави Карлос обязан прийти. Понимаешь, что это значит? Я не... Давай ближе к делу, Ривз. Планкета нужно покрасоваться. Нужно показать, что у него все под контролем. Он будет строить из себя жесткого руководителя, без которого прокуратура развалится. Ну, а ты сейчас идеальная мишень, чтобы показать, какой он тут крутой босс. Понятно. Проще говоря, что бы завтра ни случилось, просто кивай и не говори ничего, кроме «да, сэр». Тогда последствия будут минимальными. Ладно, ты еще там? Ты бы очень того хотел, да? Чтобы я всегда говорила «да, сэр» и ничего больше. Ладно, о чем ты? Я тут пытаюсь... Пытаюсь, ну, вроде как спасти тебя. Неужели тебе непонятно? Спокойной ночи, Ривз. Лана, это одержимая просто, блин, товарищем Джеком Бойдом. У, какая сучара. Так, заканчиваем на сегодня, дамы и господа. Будем лечить наших полицейских от алкоголизма в следующем эпизоде. И бабки зарабатывать тоже. Будет все красиво. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующей серии прохождения в ССД Полиц 2 и в других играх. Всех обнял! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому